Ну, наверное, я уже буду завершать наш онлайн-интервью. Хотелось бы просто спросить у вас, могли бы вы, может быть, передать какие-то ощущения инвесторов, которые обращаются в вашу компанию, насколько все-таки Украина продолжает быть для них интересной или, наоборот, становится неинтересной. И, ну, то есть, да, описать то, что сейчас чувствуют и что говорят люди, которые приходят или, наоборот, отказываются прийти в Украину. Ну, сейчас мало кто отказывается, честно говоря, потому что видят, что экономика восстанавливается, видят, что, опять же, видят, что продолжается строительство с МВФ, это для иностранных инвесторов один из основных факторов, потому что не у всех у них хватает времени досконально разобраться, что тут происходит в Украине, потому что многие из них инвестируют в очень-очень-очень много стран по всему миру. Вот, и поэтому для многих МВФ является такой, как лапансовая бумажка. Да, если МВФ доволен, значит, МВФ все проверил, у нас в стране все хорошо, то есть мы можем более-менее спокойно сюда свои деньги вкладывать. Вот, поэтому я думаю, что сейчас настроение, ну, в принципе, то, что я вижу, настроение очень хорошее. Вот, опять же, насколько долго ситуация продлится сегодня, тяжело сказать, и за это волатильность на внешних рынках, потому что, как правило, инвесторы, если начинаются проблемы в целом, да, то, как бы, просто многие из них не хотят вкладывать вообще никуда, и это не зависит от того, это Украина или это, там, Южная Африка. Вот, поэтому, да, думаю, что сейчас, ну, что такое для Украины очень, ну, с точки зрения инвесторов, они воспринимаются страны очень позитивно. Вот, и если, как бы, что может поддержать это позитивное настроение, это, конечно, прогресс в реформах, о которых много говорится. Вот, если действительно будут первые результаты, да, то есть эти маленькие шажочки, то становится все больше и больше и больше, я думаю, что этот интерес, он будет очень длительное время наблюдаться. Елена, спасибо Вам большое за содержательные ответы. Мы сегодня в ходе разговора узнали о том, что инвесторы, в принципе, достаточно оптимистично настроены по отношению к Украине, а нашим читателям пока нужно полумерить, собственно, пессимизм, поскольку главный пик выплат придется на 2013 год, и, возможно, ждать худшего стоит не ближайший год. Напомню, что у нас сегодня в гостях был главный экономист инвестиционной компании Dragon Capital Елена Билан. Спасибо Вам большое за содержательную беседу еще раз. Спасибо за интересные вопросы. Всего доброго, до свидания. До свидания. Спасибо.